Я считаю Крым территорией Украины и это справедливо. И вся эта ложь, которая льется с экранов российского телеканала, что преследуют российских граждан, граждан, говорящих на русском языке, это все брехня украинская кожу. Потому что я русскоязычная, у нас Херсон русскоязычный город. И за все время, что я здесь живу, мне 37 лет, мне никогда никто не преследовал за русский язык. Я училась в русской школе. То есть не преследование вас пригнали сюда? Нет, нет, нет. Мы против того, чтобы Россия мешала нам строить новое государство. Потому что я считаю, после того, как мы свергнули Януковича бандитскую власть, мы вот сейчас стали независимыми и строим новое государство Украины. Не нужно нам мешать и от кого-то защищать. Мы хотим жить себе самостоятельно. Пусть ездят к нам россияне в Крым отдыхать, но Крым он украинский. Так уже сложилось исторически. У нас там очень много знакомых, родственников. Мы все считаем себя украинцами. И они на референдум этот Липов не ходили. А как вы относитесь к тому, что сейчас все чаще произносится слово война, война с Россией, братские народы? Как это? Можно я скажу? Да, вас как зовут? Я Нина Васильевна. Я на украинском мове. Можно? Давайте по-русски. У нас все-таки канал из Москвы. Хорошо, хорошо. Я буду на русском языке. Значит, это слово война нас, конечно, пугает, но мы уверены в том, что Путин проиграет. Потому что есть такая закономерность, что все агрессоры, они гномики, гоблины, гуэмплены. Они маленького роста и они не выиграют. Это был Ленин, это Сталин, это Гитлер, Муссолини и в том числе Путин. Он проиграет. И мы этого ему желаем. И вообще, он сегодня выступал на принц-конференции, то я сделала вывод, что у него поехала крыша. Это неадекватный человек, он душевно больной человек. А я хочу сказать. Вас как зовут? Меня зовут Светлана. Я хочу сказать, что Россия всю жизнь мы были, ну не всю жизнь, а больше времени мы жили как братья. Нормально, все. Я хочу пожелать господину Путину опомниться, чтобы наоборот оказать помощь Украине. Нормально после всего, как мы свергнули этого диктатора. Помочь по-человечески, ведь он очень умный человек, не глупый человек. Пусть поможет. Нормально, по-человечески, а не вот так, как поступают. Вот он говорит, знаете, он говорит, я вот русским помогаю, они хотят в Россию, и вот мы их воссоединяем. Кто хочет, понимаете, кто хочет в Россию. Мне, по-моему, ваши кордоны не закрыты. У нас они тоже не закрыты. Пускай, кто хочет, пусть уедет. Но я думаю, что если прожил россиянин даже здесь, и здесь его захоронение его родителей, есть дети, все. Как это можно? Как можно относить это? Это просто, просто некрасиво так. Как он делает? Не надо. Это некрасиво. Вот Путин говорит, что он защищает Украину от бандеры, то я хочу, чтобы найти такого бандеру, чтобы защитил нас от Путина, от агрессора. А можно я вам еще скажу по поводу бандер? Вы знаете, я вот смотрю российские каналы, и нас всех здесь называют бандерами. И вот я общалась с человеком, который за Россию, что они вторглись на территорию Крыма, и говорю, кто для вас бандера? Он говорит, вот ты кричишь слава Украине? Я говорю, да, кричу. Значит, ты бандера, ты ходишь с флажком на сумочке. Я говорю, подождите, но это же, как бы это знаки нашей государственности. Мы говорим слава Украине, это патриотизм. И мне, вы знаете, возмущает, почему в России, если вы любите Пушкина и говорите, я люблю Россию, вы патриоты. А если я общаюсь с русскими, которые приехали в гости с Россией, говорят, что я люблю Шевченко, я люблю Украину, говорят, ты бандеровка. Ну, какие-то разные понятия. Я здесь родилась, и я люблю эту родину. Что здесь плохого? Почему я бандеровка? Но если бандеры для них вот такие, которые любят Украину, значит, мы тут русскоязычные бандеры. Вы знаете, я вам хочу сказать, одну секундочку, я вам хочу сказать, что наш канал, невзирая на то, что его не смотрят в Украине, вы нас видите впервые. Да, в интернете вы нас увидите. Телеканал Политвестник.тв. Нас смотрят в администрации президента Путина. У вас есть возможность сейчас что-то конкретное, личное сказать Владимиру Владимировичу? И, пожалуйста, вот сюда. В первую очередь я хочу извиниться от имени Херсонцев за то, что мы назвали Путина плохими словами. Во-первых, это вообще неприличное поведение. Я вам сразу скажу. Нельзя называть большого человека, который получил рейтинг 75% в мире плохим. Он маленький и родственник, но большой. Гадость. Я не получил, блядь. Гадость. У него рейтинг, как у Януковича. Не надо, вы провокатор. Не надо таких вещей. Мы свергли диктатора. Мы свергли диктатора. И сейчас хотим мирно развиваться. Наша Украина будет развиваться без Януковича. Почему-то он сегодня был совет федерации, почему-то Янукович там не показался. Но мы не хотим жить в такой стране до этого момента. Мы хотим жить в новой системе. И эта система будет совершенно новая. Народ возьмет в свои руки власть и будем жить в новой системе. Он уже взял власть в свои руки. Мы будем жить в новой стране. 25 мая весь народ украинский скажет свое слово. Он скажет свое слово. И мы будем жить в новой совершенно стране, развитой. Но ни в коем случае мы не хотим, чтобы он, наши земли, перешли в Российскую Федерацию. Мы будем за наши земли воевать и стоять до конца. А вас как зовут? Меня зовут Евгений. Я являюсь студентом нашего Херсонского государственного университета. В том же числе я являюсь военнослужащим запаса Украины. Я и десятки, сотни, тысячи, даже десятки тысяч молодых людей, таких как я, хотят передать. Ну, я думаю, многие согласятся со мной, что Владимир Владимирович, если вы, не дай бог, вздумаете хоть каплю крови пролить на нашей родной земле, вам Чечня покажется раем. И вы проклянете тот день, когда вы пролили тут кровь. Также, если вы считаете, что референдум в Крыму – это все хорошо и так можно, дайте возможность провести такие же референдумы в Чечне, в Татарстане и остальных частях России, которые не хотят быть в составе России. Спасибо. Путин сейчас тоже делает то же самое, что и Гитлер. Когда Россия отдавала Крым Украине, тогда мы ей отдали Краснодарский край. Забрала она? Почему он сейчас не возвращает на Краснодарский край, земли наше? Почему он сегодня, когда выступал, и словно не умолился, чтобы нам Краснодарский край отдать? Потом Крым завоеванный Россией двумя воинами из Турции. Памятаете такое? Так как он имеет право до коренного населения, без их права коренного населения назад его себе снова колонизировать? Путин колонизатор и Путин агрессор. Я прошу, чтобы вот эту вот фразу засняли, если вы хотите Путину, и показали. Англия, для того, чтобы подданные ее государства жили спокойно, отказалась от большинства своих колоний, что никогда не сделает Путин. Он хочет все вернуть. Можно я скажу? Все секундочки. Народ поет. Народ спевает гимн Украины. А глаз народа, глаз Божий. Саша Сотник, Маша Орловская. Город Херсон, Украина.